МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гармония. Полная гармония, да, полная гармония, идиллия. Но половину своего времени примерно я посвящаю работе в музее, и это бывают очень разные проекты, мне очень нравится музейная работа. Во-первых, потому что для меня, как для журналиста, это такой вызов в каком-то смысле. Как сделать такое классическое культурное наследие, как работать с материалом, который очень важный, очень ценный, вот так тяп-ляп с ним не обойдешься, вызывает огромное уважение аудитории, но при этом искать какие-то новые формы его подачи. Я думаю, что это непростая такая история, более какие-то современные формы, обращенные к молодежной аудитории. А кроме того, музейная работа позволяет заниматься самыми разными вещами. И сейчас я приехала в Красноярск, потому что здесь проходит большая конференция по так называемой digital humanities, то есть всякие цифровые технологии в гуманитарных науках. Мне это очень интересно, и я хотела попасть на эту конференцию, потому что Красноярск является таким негласным лидером в России, в этой сфере, это очень приятно. И люди из самых разных стран, и Европы, и мира, и Австралии, и со всех стран приехали сюда и делятся своим опытом. Вы на конференции представляете какой-то уникальный программный продукт, как там рассказали, называется «Текстограф», расскажите о нем. Дело в том, что это такая программа, которую мы сделали с коллегами из высшей школы экономики, которая должна помочь нам, музейщикам, разобраться с уникальным совершенно архивом рукописи, который хранится в музее Толстого. И это такой как бы инструмент, чтобы показать, чтобы оцифровать рукопись, и чтобы показать все то, что в них есть интересного. Потому что, два слова скажу просто про сам архив, это действительно абсолютно уникальный в мировом отношении архив. Не сохранилось ни одного такого полного, такому объемного архива писателя толстовского масштаба, где полмиллиона листов, которые зафиксировали работу толстовского. Архивы имеют классический архив в бумаге. Вот как Лев Николаевич писал, так это все... Да, это просто бумаги, бумаги старые, со старыми чернилами. Это тетрадки его дневников, это письма, которые он писал. То есть, и надо сказать, что с трудом можно найти какие-то точки, где не сохранились черновики. То есть, весь архив «Война и мира», «Анна Каренина», более поздних произведений. Фантастика. И вот этот архив, конечно, хочется представить как-то ярко, интересно, потому что что сейчас? Или этот архив используют для того, чтобы печатать толстовские тексты. Вот, скажем, знаменитое, созданное уже много лет назад 90-томное собрание сочинений Толстого. Просто подумайте, как человек работал. 90 томов. Оно, конечно, стало возможным, потому что сохранились бумаги. У Ленина 50, правильно, по-моему? Позвольте мне не сравнивать Ленина с Львом Николаевичем, потому что мы начнем говорить о качестве текстов, это разное. С другой стороны, мы в музее как-то это показываем. Это жемчужина нашей коллекции, это ядро вообще, вокруг которого вырос музей. Но ведь рукописи же не... Знаете, когда вы показываете картину, его художник писал, чтобы вы на нее смотрели. Все просто, коммуникация простая. Когда вы показываете рукопись, или книжку, или перо, это не сделано для того, чтобы его рассматривать. Скорее нужно вчитаться, и так далее, и так далее. И вот мы сейчас... Потому что я смотрю на рукопись, вот она лежит в витрине. Ну что я вижу? Ну я вижу почерк, мне интересно, что ничего не понятно у Льва Николаевича. Красиво. Да, красиво. Я вижу количество исправлений. Вот то, на что мы обращаем внимание. Я с таким же успехом могу рукопись Гёте рассматривать, ничего, ни слова не понимая по-немецки. Понимаете? Значит, хочется показать, как двигалась мысль Толстовская, как менялись персонажи, над чем он мучился, как действительно, когда ты начинаешь следить, ты видишь, что не зря он сидел так долго. Потому что действительно, зачеркивая одно слово и заменяя его другим, ты видишь, что текст становился лучше с такой нашей простой читательской точки зрения. И текстограф, который мы сделали, он призван показать, собственно, попытаться продемонстрировать такими современными методами, как писатель работает. И какую-то анимацию мы там стараемся сделать. То есть программа рукописный текст превращает в текстовый и разделяет еще слои, что было написано раньше, что потом в виде редакции. Это самая увлекательная история, когда на одном листе бумаги вы можете увидеть несколько, ну вот то, что называют ученые слоев текста. И я вот сегодня показывала красноярским и не только коллегам первую страницу Анны Карениной. Это одна из редакций. Но мы видим, что вот именно на этой рукописи Лев Николаевич предыдущее название романа «Два брака» зачеркивает и своим размашистым почерком пишет Анна Каренина. И дальше в углу маленькая такая вписывает фразу, с которой он начинает роман. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Наверное, самое знаменитое начало произведения вообще в русской литературе точно, но может быть и в мировой литературе. Вот интересно, что вот в этот момент оно получилось. И еще почему мне важно вот такого рода вещи как-то проявлять и показывать, потому что у нас долгое время было отношение вообще к культуре, к музеям, к великим нашим соотечественникам. Принято было. Вот просто смотрите снизу вверх, благоговите, ропщите. Какая глыба. Какая глыба, какое человечище. И это не предполагало никаких вопросов или вообще какого-то человеческого отношения. Вот великий текст, цените его и трепещите перед ним. Ну, я чуть-чуть утрирую, но тем не менее. Когда вы видите, как Толстой работал, как у него что-то не получалось, как это очень понятно по-человечески. Вот он вычеркивает, вписывает, мучается, переставляет. Вы начинаете относиться, ну, как-то вы начинаете видеть в этом великом писателе... Как работу, человека. Конечно. Как какие-то человеческие черты. Да, это же отчасти еще и дневники, потому что известный случай, как на одном из листей рукописей написано, как супруга Софья Андреевна просила привезти из Москвы и перечень покупок обязательных. Да, да, да. Это есть, это в рукописном фонде «Войны и мира». Значит, он едет в город, там Таня, платье маленькой, значит, дочки Толстого, такое-то и так далее, так далее. Это все так замечательным образом перемешано. И это же перемешано не только в рукописях, это же и в романе. Очень много вещей, которые в жизни происходили с Толстым, он переносил на страницы своих произведений. И это такая кухня писательская, которая, мне кажется, что это интересно. И это такой как бы современный подход, когда, наверное, лучше прочувствовать что-то, как-то эмоционально подключиться и найти что-то свое, что тебе интересно. Вот так взаимодействовать с романом, с писателем, со всем чему году, чем оказываться в ситуации «ты должен это любить и уважать и чтить, обязан, вот давай начинай». Это не работает с современными, мне кажется, во всяком случае, молодым поколениями. Заставить их любить невозможно. Показать им поярче, поинтереснее, с использованием каких-то новых технологий, тогда и Толстой у них будет не какой-то, значит, вообще старик с бородой, а что-то интересное. Есть версия, почему именно у Льва Николаевича сохранилось такое фантастическое количество рукописей? Вот несколько десятков, сотен тысяч, да, по-моему? Полмиллиона листов, которые хранятся у нас. Я думаю, что это такое стечение обстоятельств. Во-первых, что все-таки у Толстого относительно других писателей была более-менее налаженная жизнь. У него был дом, он всю жизнь прожил, родился в Ясной Поляне, похоронен в Ясной Поляне. Он не переезжал так много, у него была огромная семья. Вся эта семья, и прежде всего Софья Андреевна Толстая, его жена, его секретарь, его издатель, его помощница, его переписчица, очень беспокоилась об архиве Толстого. Она, как говорили мне старые музейщики, вот она великая музейщица, она при жизни Толстого. Ну, потом Толстой прожил огромную жизнь уже, и он успел застать свой огромный успех. Он был одной просто невероятно популярной личностью, такая вот сейчас бы сказали, там, звезда, да, такой суперстар, и все понимали личность, масштаб личности Толстого уже при его жизни. Поэтому, поэтому это так сохранял. Хотя бывали разные варианты. Кто-то, один переписчик Толстого, ну, тоже все-таки ценя его, значит, пытался расплачиваться в кабаках, вот, значит, рукописными... Понимал ценность. Да, да, понимал ценность. Потом кто-то случайно в канаву выкинул, нашли какие-то листы. Бывало, что окна заклеивали, ну, это, правда, не прямо рукописями, а есть такое еще, знаете, понятие грамки, когда из типографии приходит... Ну, я просто, может быть, для аудитории более молодой объясняю. Когда из типографии, где набирался текст просто практически, физически, буковка к буковке, и дальше они распечатывают это, чтобы проверить, и это уже время, чтобы проверить самые маленькие ошибочки, вот здесь запятая, вот здесь опечатка. Вот Олег Николаевич обычно с этими гранками, вместо того, чтобы одну букву поправить, вот так вот все, одним розчерком, и все заново пишет. Ему приходят штрафы от издателей. Вы понимаете, что весь набор надо рассыпать и все заново делать? Он платит эти штрафы, неустойкие, то, что мы бы сейчас называли, пропустил дедлайн, но ему так важно написать то, что он хочет. Возвращаясь к этому, вот эти грамки Софья Андреевна разрезала, окна зимой в Ясной Поляне заклеивала. Очень трогательно. Согласен. Меня вот что интересует. Вы на своей лекции говорите о том, что было ведь несколько редакций книги «Война и мир», и вот та, которую мы видим в школьной программе, именно этот текст Лев Николаевич сам в глаза никогда не видел. Не он его таким образом сложил. Это что за история? Почему так получается? Вы знаете, я не такой хороший специалист по Толстому, как мои коллеги по музею, или вот есть замечательная исследовательница Наталья Павловна Великанова, с которой мы делаем вот этот проект по «Войне и миру», они все расскажут лучше. Но насколько я знаю, да, это нужно проверить, насколько я знаю, в 69-м году, то есть почти 150 лет назад, выходит роман... В 1869 году. В 1869 году, почти 150 лет назад, выходит роман в шести томах, Толстой делит его таким образом, где есть привычные нам французские куски. Начинается роман с французского текста, никакого перевода не было, это было нормально для читателя читать по-французски. И есть вот, скажем, те философские фрагменты, которые тоже мы знаем. Дальше Толстого во многом критикуют за то, что, с одной стороны, он пишет по-французски, может быть, не все читают, за эти длинноты, которые есть в философских отступлениях. И через 5 лет, по-моему, в 1972 году, выходит такая облегченная, я бы сказала, версия «Войны и мира», где Толстой сам переводит французский на русский, философские все куски отправляет в конец в виде дополнительных статей. Облегченная версия, им самим же сделанная, правильно? Да. Это важно, да. Ну, Софья Андреевна была редактором этого, но Толстой, понятно, что делал это, принимал участие. Мы сейчас в каком-то смысле читаем компилированный вариант. То есть 4 тома, но с французскими кусками и так далее, и так далее. То есть того текста, который мы сейчас читаем, это не первое издание, не второе издание, не последнее прижизненное издание. Я не говорю, что этот текст чем-то нехороший, но это очень интересно, это любопытно. Я когда это представила себе, что прошло 150 лет, это классика из классик, а все равно есть загадки, все равно есть, что можно представить себе вот какой-то другой текст «Войны и мира», что-то цензоры выкинули, что может появиться. То есть я к тому, что... На самом деле ученые считают, что это процесс не то чтобы бесконечный, но можно сделать еще эти открытия, и тем интереснее залезать в черновики Толстого. И вот теперь я хочу вернуться к вашему текстографу. Да. А может такое случиться, что этот продукт разобьется до того, что его пользователь, кто угодно, сможет сам компилировать текст Толстого, создать свою версию «Войны и мира». Хорошо это будет или нет? Ну, наверное, может, но просто мы бы хотели представить роман в таком виде. Вы читаете, скажем, тот текст, который мы знаем по школьной программе, да? Дальше вы кликаете на любой кусок текста, благо у нас все есть, да? И смотрите, а как этот текст в других вариантах, как он стал таким, как стал? Вот как предыдущие его версии, черновики предыдущих редакций. С другой стороны, вы смотрите конкретно на рукопись, а точно там написано, если б я был не я, а знаменитый монолог Пьер. Да, точно написано. Толстой очень много мучился над этим текстом, потом, когда пришли вот эти самые гранки, вот так все перечеркнул, и на едином дыхании написал монолог Пьера в конце второго тома. Мы бы хотели предъявить читателю весь массив данных, и, может быть, попросить тоже помощь читателю, потому что это не так легко с этим разбираться, я имею в виду волонтеров. Но, конечно, будут какие-то исследователи, люди, которые умеют это делать, понимают, профессиональные филологи, которые покажут эту последовательность. Но вы же и сейчас можете читать те куски, которые вы хотите, в любом, ну не то, что в любой последовательности. Это да, но я просто представляю себе, знаете, такую компьютерную игру, когда можно сделать версию, когда Романа Анна Каренина будет называться «Два брака», допустим, и совсем другая фамилия у героев. Вот это вот очень увлекательная игра. Конечно, вы можете такую пред Анну Каренину прочесть, как Тата Ставрович, там Алексей Удашев и так далее, и так далее. Был еще вариант «Молодец, баба», вот это совсем хорошее. Текстограф? Назвай. Текстограф – это очень полезная вещь для исследователей, вне всякого сомнения, удобно работать с такими текстами. Мы понимаем, что у него есть музейные ценности, это, наверное, вдохнет какую-то новую жизнь в литературные музеи, которые сейчас, скорее, музеи писательского быта. И, наверное, уроки литературы это может очень сильно оживить. Вы об этом думаете? Такие цели ставите перед собой? Ну, мы просто создаем инструмент, который позволяет как-то чуть глубже проникнуть в текст, и с другой стороны придумываем какие-то способы визуализации, как это показать. Ну, там, скажем, вот мы можем сделать анимацию, как Толстой или, неважно, Пушкин, кто хотите, писал это. Вот замечательный был мультфильм, такой, вернее, правильнее сказать, анимационный фильм Хржановского в 60-е годы о рукописях Пушкина. Но там это все делалось, как анимация делается? Руками. А мы стараемся это как-то более автоматизировать, чтобы быстрее, уже в современном мире, вот как это писалось, как возникает эта магия, потому что эти все удивительные бумаги, они просто очень красивые, и они, видно, вот эта вдохновенная работа, вот они действительно заряжены каким-то вдохновением, это очень чувствуется, это очень исходит от этих бумаг. Значит, какие-то мы придумываем способы там анимации, визуализации и прочего-прочего. С другой стороны, это, например, другой способ навигации. Вот мы постараемся, пять тысяч листов, которые, то, что называется, рукописный фон, как бы черновики войны мира, вот мы их представим в какой-то системе, чтобы показать, в виде такой инфографики просто, вот такой как бы карты текста, чтобы показать, смотрите, вот это легко было написано, да, а у этого есть 15 вариантов начала, скажем, вот есть такая гипотеза, а эта линия вообще ушла, а в первой версии князь Андрей остался жив. Вот, и может быть, кому-то будет интересно прочитать, вот как раз тот роман, где князь Андрей остается жив, и никому не нужно плакать, после того, что случилось в Ярославле. У меня последний вопрос, может быть, я рискую, допускаю, что вы не очень любите вопросы, о большой и великой семье, частью которой являетесь, все равно задам. Вам, вы чувствуете, работая в Государственном музее, Льва Николаевича Толстого, какую-то особенную связь с этим великим писателем? Или такое же отношение, как у всех? Глыба, великий писатель, а все-таки хоть и пра-пра, но все же дедушка. Очень хороший вопрос, спасибо вам, совсем он меня не смущает, наоборот, интересный. Интересно было поговорить с моими родственниками, которые живут не в России, и узнать, что у них отношение к Толстому гораздо более, я бы сказала, человеческое, как к дедушке. Мне, конечно, трудно к нему так относиться. Во-первых, потому что это действительно человек, из ряда вон выходящий, такого масштаба, с которым трудно, ну, как-то трудно с ним сопоставить себя по-человечески, да? А во-вторых, конечно, потому что я так же, как мы все, сидела на уроках литературы, под его портретом, и вот эта глыба... Знаменитая ленинская фраза, да. Ну, конечно. То есть, хотя, чем больше я как-то читаю, о нем узнаю, тем больше, может быть, каких-то родственных чувств испытываю. Вот. Но, конечно, работа, много людей из нашей семьи, работала в музее, и это очень интересно и очень ответственно, потому что моя ответственность в этом отношении, она даже не столько перед Львом Николаевичем, вот просто я ее ощущаю, но я вижу, сколько сделала для того, чтобы наследие Толстого сохранилось, Софья Андреевна Толстая, сколько сделали ее дети, ее дочери, Александра и Татьяна, сколько сделала внучка Толстого, Софья Андреевна младшая, последняя жена Есенина, Софья Андреевна Толстая Есенина. Потом я вижу, как мой дед, его брат, вот уже там еще следующее поколение Толстых как-то в это были вовлечены, как мой троюродный брат Владимир Ильич Толстой за 20 лет преобразил, будучи директором музея-садьбы Ясная Поляна, в общем, преобразил ее и для семьи, и, я надеюсь, что для посетителей, и вообще какую-то роль великого места Ясной Поляны как-то изменил. Вот эта ответственность такая семейная, что если уж ты занимаешься Толстым, то давай, сделай что-то существенное. И потом, знаете, еще вот, наверное, такое важное чувство, они в таких чудовищных, тяжелейших условиях все это делали, я имею в виду вот наши предшественники, которые, важно, чтобы не создалось впечатление, что только потомки Толстого занимались его наследием. Совсем нет, совсем нет. Очень многие люди, но я просто сейчас вспоминала из семьи, как они в 18-м году в нетопленном Румянцевском музее, то, что сейчас Ленинская библиотека, главная библиотека страны, в пальто разбирали его рукописи, вот, чтобы начать публикацию. Как во время войны спасали музеи и был отправлен поезд в Томске, в эвакуации было наследие Толстого. Как трудно было все это вот издавать, сохранять, показывать и так далее. А мы сейчас с компьютерами, со сканерами, с государственным финансированием, со зданиями, экспозиционными возможностями, возможностями, вот на телевидении, пожалуйста, можем рассказывать, что мы сделаем, что наше поколение внесет в это. Вот это такая ответственная вещь, которая заставляет чего-то придумывать новое и стараться. Спасибо большое. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok